Приветствую вас. Несмотря на то, что коронавирус в мире зафиксирован у 4,1 миллиона человек, а скончались свыше 279 тысяч, европейские страны начали постепенно ослаблять карантин. Вирусологи считают, что тесты, которые ввели повсеместно, позволили выявлять не только тех, кто заболел, но и тех, кто инфицирован. От этого происходит путаница со статистикой. Конечно, выявляемость заражений среди обследуемых пациентов очень высокая, но эти люди не больны. Крупнейшая в мире немецкая туристическая компания, Touristique Union International, предлагает отпускникам надежные места для отдыха и заявляет, что отели на Малерке уже готовы для принятия туристов. Концерн имеет 300 гостиниц, 136 самолетов, более 1800 турагентств и туроператоров. К встрече туристов также хорошо подготовлены Австрия, Хорватия, Греция, Кипр, Болгария и Дания. С завтрашнего дня, с 11 мая, снимается запрет на выезд и въезд в Твилиси, а также отменяется запрет на работу для всех видов производства. Разрешено открыться всем торговым объектам, имеющим собственный вход с улицы, кроме торговых центров и магазинов одежды и обуви. Напомню, что с 15 июня все курорты и туристические объекты Грузии откроются для внутреннего туризма, а с 1 июля начнется прием гостей из-за рубежа. Кстати, сейчас в Грузии создано примерно 90 карантинных зон, предусмотренных на более 5000 человек. Туда помещаются все граждане, которые возвращаются из-за границы, программа полностью финансируется из бюджета. По состоянию на 10 мая в Грузии число выявленных случаев заражения коронавирусом составило 635 человек, выздоровели 309, летальных случаев 10. Всем пока и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова